Сейчас многие телевизионные каналы, многие средства массовой информации используют различные каналы донесения информации до своего слушателя. Но, на мой взгляд, помимо того, что есть такая большая федеральная повестка, помимо того, что есть много соцсетей, где различного рода и качества информация, наверное, одна из наибольших и наиболее важных ролей отдается именно региональному телевидению. Почему? Потому что именно здесь репортеры разговаривают и спрашивают у тех людей, которые живут рядом с нами в регионе. Именно те проблемы поднимаются, которые присущи нашему региону, те радости, те победы, которые также происходят с нашей Ульяновской областью. Конечно, трудно представить, что хороший, качественный контент, который действительно имеется на канале «Репортер», на телевизионных передачах, что это может быть сделано без высокопрофессиональных специалистов, которые работают на нашем региональном телевидении. И для меня, как ректора нашего педагогического университета, отрадно, что многие из них являются нашими выпускниками. На мой взгляд, одно из самых важных направлений, одна из самых важных задач телеканала — быть своего рода другом, товарищем для своего телезрителя. Так вот, на мой взгляд, первое у телеканала «Репортер» — это очень здорово получается. Ну и, соответственно, я хочу пожелать, чтобы у вас было первое больше друзей-товарищей, ну и, конечно, чтобы они были более преданные, открытые. И тогда, на мой взгляд, и сам канал будет это стимулировать для того, чтобы новые передачи, новый контент давать. Конечно, не могу не удивиться и не удивляться тому профессионализму, который есть у всех сотрудников. Отдельно, конечно, отмечаю нашу выпускницу Ирину Александровну, которая помимо профессионального руководства каналом еще ведет активную общественную деятельность. Ну, на мой взгляд, это правильное сочетание, поскольку она из первых уст знает о тех проблемах, которые есть у нас в Ульяновской области. Конечно, всем сотрудникам канала я желаю новых успехов, новых интересных проектов, их реализации и только здоровья.